всем привет я побежала за детьми в школу хочу снять какая у нас опять зима ноябрь все у нас растаяло ночью был морозец такой легкий почти не было наверно а с утра пошло все вот так вот совсем утром дождик шел вот так слякостно все говорят нельзя ругать природу и говорить что у нее плохая погода мы не ругаем погода неплохая сейчас тепло единственное неудобство создает то что не знаешь как одеваться и детей девать у нас я прихожка завалена обувью на 100 демисезонка то резиновые то дуточки еще зимние сапоги мы еще не покупали вот на морозы пока не знаю покупать лиф вообще может зима то в этом году будет такая что дутышками обойдемся вот и курточки также висят вот эти ветровки я конечно брала перестирала но сейчас досыхают работ их убрать шкафчики а демисезонка висит и зимние курточки тоже припусины мы их уже как тут раз одевали но жарко детям было сказали больше пока не надо шапки они достали тоже короче вот у нас там целый балаган творится с этой одеждой хорошо наверно вот кто на юге живет у них лето и демисезон все такого нет наверно как мой перебывается вот тут нас цивилизация смотрите ведь она здесь такой тротуарчик здесь надо вера на роликах приходит кататься мелким я пока ролики не покупаю они так-то ходят падают все коленки снег ах мы вчера немножко заснимали свой отдел сегодня бы мне надо идти туда выкладывать мелочевку но детей у нас не с кем оставлять опять у меня все будет не сделаны на работе почему это меня тянет очень сильно за душу хочется чтобы отдельчик был красивый чтобы людям было удобно очень этого хочется я очень люблю свой отдел я к нему шла несколько лет я уже говорила годами мужу было капало на мозге что давай займемся рукоделием поначалу он вообще у виска крутил потом так более-менее вроде спокойно мне говорил что ну попробуем как-нибудь попробуем но в один прекрасный момент я все-таки настояла что да мы будем этим заниматься и вот сейчас если бы не мое рукоделие мы бы не знали что делать потому что может мне тоже какая-то чуйка есть сейчас идет видите тенденция какая чтобы торговать обуви это очень сложно затратно вот что-то производить это если у тебя небольшая семья то ты заработаешь а так на то чтобы связать и прокормить семью это нереально руками не заработаешь на такую большую семью сложно очень чужой переход я отключусь здороваемся поздал пост принял лера у меня в школу она во вторую смену все к сколько тебе лет двенадцать сорок пять давай счастливо так еще раз поцелуете пойдемте потихонечку верда в резину у нас такие на каблучках умер душ ладно страну тебя силан в грязи сейчас все мыть егор иди нормально то по траве вообще там ступишь куда-нибудь в лужу промокнешь очень не знаю как резиновый мне у них ноги жалко чтобы резиновые надевать потому что сам ноги отпотевает резиновых нам идти тут прилично пока идешь ноги у них потеют и мокрые внутри в этих вот они вышагивают как цапельки так плаваем на вот иду по камешкам песочек так ладно включаемся у меня полные руки продукты заходили по камешкам